Всем привет, это PortalGeekStarter.net, меня зовут Ярослав. Около года назад мы делали обзор на довольно неплохой двухсимник от HTC, это был HTC One V. И на тот момент я сказал, что главная проблема всех двухсимочных аппаратов на сегодняшний день – это слабое железо. Ну что ж, эти времена прошли, и теперь мы встречаем HTC One Dual SIM, в котором реализованы все ваши пошлые мечты, кроме одной, о которой мы поговорим в конце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, двухсимный HTC One. Почему я сказал, что здесь реализованы почти все ваши пошлые мечты? Во-первых, каждый втрой норовит кричать во форуме о том, что во флагмане нельзя расширить память. Банан можно. В двухсимном HTC One есть возможность расширения карты памяти microSD. Естественно, до 64 гигабайт. В учетом того, что здесь встроены 32 гигабайта, мне сложно представить, что найдется человек, который скажет, что ему мало. Тем не менее, вариант есть. Второй момент – он активен в двухсимках. То есть, если вы позвоните на него одновременно с двух телефонов, он примет два вызова и сможет удерживать один, и говорить по-другому, и так далее. То есть, это такая же фича, как которая была реализована в HTC Desire 600. Кстати, тоже чудесный смартфон среднего ценового сегмента. И это, по сути, та же история, тот же One, только с звонилкой от 600. Ну, и с карты памяти microSD. Почему я сказал, что здесь реализованы почти все пошлые мечты? Отличный корпус. Невероятно крутой дисплей, который действительно лучший среди смартфонов. И я не побоюсь этого слова. Возможно, даже среди планшетов. Я вот сейчас колеблюсь по поводу Sinaxu 7 и этого дисплея. Но они оба классные. Но здесь тоже, конечно, PPI вышибает мозг. Невероятно четкий текст и, ну, словно вообще к чему-либо придраться. Как сказал мой оператор сейчас, что такое впечатление, как будто вы смотришь на качественный принт. Очень классно. Но, в чем проблема? Проблема заключается в сенсе. Лично это мне не нравится. То есть это мнение может исполнить вашим, тем не менее. Если вас устраивает 4 иконки, прокрутка вниз, нахрен убитая погода. То есть и раньше вот было так, но раньше у нас был клевый виджет, а теперь какая-то вот херня в стиле Apple. Походу это IVE тлен стайл, как-то так. То есть если у IVE все очень-очень ярко, то здесь все такое тлен, ужас, кошмар. Темное такое все. В общем, к чему я все это веду? Аппарат шикарный. Я бы даже себе его взял как основным, при условии, что можно будет на него поставить Pure Google Android с двумя симками. По-моему, идеально, да? Но мы не сможем сделать с него Google Edition. Никак. Потому что HTC... И не дают исходный код на ядро и на прошивку всего этого дела. Причем на One дают. Что интересно, на XD Level Upress есть информация, что ребята все-таки портировали прошивку с One сюда. Но у нас не работает вторая симка. Поэтому у нас получается One с картой памяти. Вот и все. Как бы по поводу того, куда вставляются симки. Потому что на первый взгляд аппарат тупо такой же, как и обычный One. Однако есть маленький нюанс. Он толще совсем чуть-чуть. И весит чуть-чуть больше. Но опять же, я его сейчас держу в руках. И мне сложно сказать, что он толще, чем обычный One или тяжелее. То есть это очень маленькая разница, но она есть. Но вот что действительно круто. Как открывается задняя крышка у One. Потому что вы можете взять внимание, что нет никаких отделов под ногти. Поэтому вы никак его не откроете. А есть специальная качелька вот здесь. На которую мы вот так вот... Мазовый гад. Качелька, конечно, есть. Но... О, есть. И вот таким вот образом открывается задняя крышка. Крышка, естественно, алюминиевая. Которой можно вполне зачерпать землю. Отличная такая крышечка. И что мы здесь видим? Видим мы здесь первую сим-карту под 3G и GSM, естественно. И вторая сим-карта только GSM. Также слот под карту памяти microSD. 4-мегапиксельная беспонтовая камера. И на задней стороне мы можем обратить внимание, есть чип NFC. Который, кстати, здесь можно было сделать, в отличие от Apple. Это по поводу тех кукарекающих в интернете, которые говорили. Нельзя сделать NFC, потому что оно металлическое. Deal with it, motherfuckings. Поэтому все можно, на самом деле, если захотеть. Как бы в целом претензий к аппарату абсолютно никаких, кроме его софтверной части. Я как человек, который очень-очень-очень привык к чистому андроиду. Так, я его не закрыл. К чистому андроиду. Мне сейчас на сенс без боли в глазах смотреть очень сложно. Однако, если вас не пугает подобный расклад дел, и вы готовы пользоваться стоковую прошивку, то добро пожаловать. У вас реально нет альтернативы среди флагманского железа, флагманских смартфонов двусимных. У него тупо нет аналогов. Поэтому, если вы готовы использовать Sense 5-й версии, добро пожаловать. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И не забудьте зайти в нашу группу ВКонтакте, там много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!